Самуэль Бьёрк Я путешествую одна Лиза шла в школу Топ-топ-топ В новом платье радостно шагала Норвежская детская песенка 28 августа 2006 года В родильном отделении больницы Рингерики в Хёнефоссе На свет появилась девочка Её мать, 25-летняя воспитательница Катарина Улсен Была больна гемофилией и умерла при родах Акушерка и несколько медсестёр, помогавших ей позже, говорили, что ребёнок родился необыкновенно красивым Новорождённую описывали как тихую На невероятно живую девочку со взглядом Из-за которого все сотрудники отделения относились к малышке по-особому В документах Катарина Улсен указала отца как неизвестного В последующие дни руководство больницы Рингерики вместе с местным комитетом по охране детства Удалось найти бабушку-ребёнка, проживавшую в Бергене Женщина не знала даже о беременности дочери, а приехав в больницу, обнаружила, что ребёнок пропал На протяжении следующих недель полиция Рингерики вела розыск девочке безрезультатно Два месяца спустя шведский медбрат Йоаким Виклунд был найден повешенным в своей квартире в центре Хёнефосса На полу под телом лежал лист бумаги с набранным на компьютере текстом Мне очень жаль Девочку так и не нашли Один Вальтер Хенриксен сидел за столом и отчаянно пытался проглотить хоть кусочек завтрака, поданного женой Яичница с беконом, селёдка, копчёная колбаса и свежий хлеб Чай из выращенных в их собственном саду трав В том самом саду, который она так хотела и ради которого они купили этот дом на окраине Осло Рядом с лесом Эстмарка Чтобы она могла воспитывать здоровые привычки Ходить в лес на прогулки, ухаживать за небольшим огородом Собирать грибы и ягоды и дать собаке свободную жизнь Вальтер не выносил этого кокер-спаниеля, но обожал жену И поэтому пошёл на всё это ради неё Он проглотил кусочек бутерброда с селёдкой И изо всех сил боролся с телом, которое хотело выбросить его обратно Сделав большой глоток апельсинового сока, он попытался улыбнуться Хотя у него было ощущение, словно кто-то ударил его молотком по голове Корпоратив вчера вечером пошёл не по плану, и он снова не удержался от алкоголя Фоном звучали новости, пока Вальтер пытался прочесть настроение на лице жены Спала ли она, когда он пришёл домой под утро? Он не помнил, во сколько, но было поздно Он помнил, что разделся, а также смутную мысль, что она уже, к счастью, спит Перед тем, как он завалился на слишком жёсткий матрас, на покупке которого настояла жена Ну, потому что у неё в последнее время появились проблемы со спиной Вальтер покашлял, вытер рот салфеткой и погладил себя по животу, как будто от удовольствия и сытости «Может быть, я схожу прогуляюсь с леди?» — пробормотал он, изобразив подобие улыбки «Да, отлично», — кивнула жена, немного удивившись, потому что, хотя об этом и не говорили вслух Она прекрасно знала, что он не любил их трёхлетнюю собаку «Может быть, вы в этот раз пройдётесь подальше, чем просто вокруг дома?» Он искал в её голосе ту подавляемую агрессию, которая обычно означала недовольство Улыбку, которая была вовсе не улыбкой, а чем-то другим Но не нашёл ничего подобного, она выглядела вполне довольной Он справился, слава богу, и пообещал себе, что такое больше не повторится «Здоровый образ жизни и больше никаких корпоративов» «Я думал отвезти её в Мари, Даллен, может, по той дорожке к Дау-Шуэн» «Замечательно», — улыбнулась она Она погладила собаку по голове, поцеловала в лоб и потрепала за ухом «Папочка берёт тебя на прогулку, это будет так здорово, правда, моя маленькая? Малышка моя, да?» Вальтер ходил в Мари, Даллен, в те редкие разы, когда выгуливал собаку Он никогда не любил собак, ничего не знал о них и, если бы мог, вообще избавил бы мир от этих животных Он чувствовал нарастающую неприязнь к глупой псине, тянущей поводок, чтобы он пошёл быстрее Или чтобы он подождал, или пошёл в другую сторону Наконец он поднялся на дорожку, ведущую к Дау-Шуэн Здесь можно было отпустить собаку с поводка Он присёл на корточке, погладил по голове в попытке проявить ласку и отцепил поводок «Вот, теперь можешь немного побегать» Собака посмотрела на него глупыми глазами и высунула язык Вальтер закурил и на мгновение почувствовал нечто похожее на любовь к этому маленькому существу «Это ведь не её вина, собака была совершенно нормальной, на свежем воздухе головная боль немного отступила «Эх, теперь он будет любить собаку» «Ах, она такая милая, на самом деле это даже здорово, побродить вместе по лесу «Теперь они почти подружились, и она так хорошо его слушается, без поводка, она всё равно шла по тропинке рядом с ним» Вдруг леди рванула в сторону и понеслась в лес «Ну, чёрт побери, а! Леди!» Вальтер Хенриксен стал звать собаку, но тщетно Он бросил сигарету, тихо выругался и начал взбираться на холм, куда убежала собака Через несколько сотен метров он остановился, как вкопанный Собака лежала на небольшой полянке И в этот момент он заметил девочку, висящую на дереве Качающуюся над холмом, со школьным рюкзаком на спине и с лентой на шее, с надписью «Я путешествую одна» Вальтер Хенриксен упал на колени и на автомате сделал то, чего ему хотелось всё утро с момента пробуждения Его стошнило, и он заплакал Два Мия Крюгер проснулась от крика чаек «Вообще-то ей уже пора было привыкнуть к ним Ведь прошло целых четыре месяца с тех пор, как она купила этот дом далеко во фьорде Но город будто бы ещё не отпустил её Квартира в Торшов на Вокт-Сгате, где всегда было шумно Автобусы, трамваи, сирены полиции, скорой помощи Она ни разу не просыпалась от них, эти звуки даже как будто успокаивали её Но крик чаек она не могла вынести Может, это потому, что кроме них никаких звуков больше не было Она потянулась за часами на ночном столике, но не разглядела, сколько было времени Стрелки как будто исчезли, словно их поглотил туман Четверть одиннадцатого или половину второго, а может быть, пять минут чего-то ещё Таблетки, которые она приняла вечером, всё ещё действовали Успокоительные, притупляющие, подавляющие Нельзя принимать с алкоголем, но кому какое дело Осталось всего двенадцать дней до смерти В календаре на кухне осталось двенадцать незачёркнутых клеточек Двенадцать дней Восемнадцатое апреля Мия села в кровати, натянула свитер и, пошатываясь, спустилась в гостиную Один коллега выписал ей эти таблетки Ниспосланный небесами друг, который должен помочь ей забыть, пережить, идти дальше Полицейский психолог, или он психиатр? Наверное, психиатр, раз может выписывать рецепты В любом случае, она получила от него то, что хотела Даже здесь, на острове Хотя купить тут что-то непросто Ей нужно одеться Завести мотор лодки Мёрзнуть пятнадцать минут Столько занимает путь до набережной Завести машину Ехать сорок минут до Филлана, местного центра цивилизации Он не очень-то похож на центр, но аптека там есть В торговом центре Йортон И там же винная монополия Рецепты были переданы из Осло и готовы Некоторые от психиатра, некоторые от терапевта Эти врачи так хорошо помогали Были такими сочувствующими Будь осторожна, не принимай слишком много Но Мия не собиралась быть осторожной Она приехала сюда не для того, чтобы поправиться Она приехала сюда, чтобы исчезнуть Ещё двенадцать дней Восемнадцатое апреля Мия Крюгер взяла бутылку воды Фаррис из холодильника Оделась и спустилась к морю Она села на камень, плотнее закуталась в куртку и приняла первые за день таблетки Перебрала их к кармане Разноцветные Она понятия не имела, какие из них она только что выпила Голова всё ещё шла кругом Да, это и не важно Она запила их из бутылки и вытянула ноги к воде Сидела и смотрела на свои сапоги Бессмыслица какая-то Казалось, будто это не её ноги, а чужие, где-то вдали Она перевела взгляд на море В этом тоже не было никакого смысла Но Мия заставила себя не отрывать глаза от маленького островка вдали Название которого не знала Она выбрала место на Абум Хитро Остров в Трёндлаге Ей было всё равно где, только бы в одиночестве Она позволила риэлтору решить Продайте мою квартиру и дайте что-нибудь взамен Риэлтор посмотрел на неё косо, как на сумасшедшую или идиотку Но ему главное заработать денег, так что чёрт с ней Всё равно, с белозубой улыбкой, претендующей на дружелюбность, он сказал, что справится с этим Хотите продать сразу же? Какие-то предпочтения по месту нового дома? Притворная вежливость Но она видела, что за ней скрыто Её бросило в жар от этой мысли Лживые, уродливые глаза Мия всегда видела людей изнутри Сейчас она насквозь видела его Этого гладкого типа в костюме с галстуком И он ей не нравился Ты должна пользоваться своим талантом, раз он у тебя есть Ты что, не понимаешь? Ты должна им пользоваться И это именно то, для чего он тебе пригодится Больше она не будет пользоваться им Никогда И ни для чего Эта мысль успокоила её Вообще, она стала очень спокойной с тех пор, как приехала сюда На остров Хитро Риэлтор молодец Она почти послала ему мысленный привет Мия Крюгер поднялась с камня и пошла по тропинке к дому Пора выпить Она не знала, сколько сейчас времени, но уже пора Она купила дорогое вино, заказала его заранее Какая-то нелепость Зачем наслаждаться дорогим алкоголем, если осталось так мало времени? С другой стороны, почему бы и нет? Почему одно? Почему другое? Она давно перестала думать о таких вещах Открыла бутылку Арманьяк Домейн де Пантаньян 1965 года И налила себе три четверти чайной чашки, стоявшей немытой на кухонном столе Арманьяк за 800 крон из немытой чашки Думаешь, мне есть дело? Она улыбнулась самой себе, достала еще таблеток с кармана и снова спустилась к камню И снова послала мысленный привет риэлтору с неестественно белыми зубами Если бы ей нужно было место для жизни, этот дом вполне подошел бы Воздух, вид на море, покой под белыми облаками Она никогда не испытывала симпатии к области Тренделага Но этот островок понравился ей сразу Здесь были олени Бесчетное множество оленей Это очаровало ее Олень представлялся ей в других местах На Аляске или в фильмах Но красивый зверь, которого непременно застрелят Был здесь Мия Крюгер научилась стрелять в академии Но никогда не любила оружие Нельзя играть с оружием Им нужно пользоваться только в случае крайней необходимости А лучше Никогда Сезон охоты на оленей продолжался на хитрость с сентября по ноябрь Однажды по пути в аптеку она увидела компанию молодежи Они пытались привязать тушу оленя к машине В феврале, когда охотиться запрещено На мгновение она подумала остановиться, записать их имена и выписать им заслуженный штраф Но сдержалась Однажды полицейский, навсегда полицейский Теперь уже нет Больше никогда Осталось двенадцать дней Восемнадцатое апреля Она допила арманьяк, откинула голову назад И закрыла глаза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok